Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, друзья! Приветствую вас в мастерской Амурской Украсы. Зовут меня Донской Николай. Сегодня я вам буду показывать основной, можно сказать, элемент карниза Золотая Осень. Карнизы мы делаем, я вам показывал уже поэтапно все. Сборку смотрите у меня на канале, я подробно показывал, как я собираю. Работу мы сегодня будем делать по бархату Амурскому. Использую в работе я стамески Александра Корнеева. Прежде чем прогуляться по резьбе с хорошей песней Владимира Капункина, я хотел бы маленечко обратиться к родителям, которые уважаю их выбор, что они уделяют детям внимание и заказывают инструменты для резьбы по дереву. Но хотелось бы обратить внимание родителей на начало освоения детьми резьбы. Помните, как вы учили ребенка ходить? Вы не устанно следили за тем, чтобы он делал шажок, чтобы не качнулся, поддерживали его, вели за ручки. И тем самым он у вас вот благодаря вашему вниманию, вашему отношению к ребенку. Он быстро пошел, без травм обошелся и научился ходить. Также с резьбой по дереву. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал творцом, овладел мастерством резьбы по дереву, то первое время прошу вас внимательно уделите внимание на то, чтобы ребенок ваш научился соблюдать, чтобы на автомате у него было соблюдение техники безопасности. То есть эта заготовочка закреплена, упорчики и самое главное, чтобы резец шел в ту сторону, куда он идет, чтобы не было живого там тела по ходу резца. Потому что бывает всякое. Либо заготовка вылетает, либо там резец выходит как-то неожиданно из массива дерева. И поэтому, чтобы по ходу резца не было ничего живого. Ну а сегодня мы будем заканчивать работу над карнизом. Будем делать птичек. Это центральные фигуры карниза золотая осень. Обратите внимание на карниз, он сделан из разных пород древесины. То есть крыша это у нас орех маньчжурский, листья березы тоже. Вот здесь присутствует мореный кедр. Это лапник. Это сделано с моренного кедра. Ну и центральные фигуры. Фигурки это птицы. Символ вообще, наш традиционный символ, символ счастья. Птицы они привлекают в дом и оберегают наше счастливое состояние. Это вот такие вот птички. Не буду связывать с каким-то названием. Просто это птица счастья. Вот. А сейчас я вас приглашаю с хорошей песней Владимира Капункина посмотреть, как я буду их делать. Птица. Ты смотришь на свет, которого нет. Ведь есть только свет тебя. И благость души, высокой тиши, не кого-то, а просто любя. И плавный, ноктюр, нежностью струн, включает в пространстве звезду. И серебряный шум ее вечных рун рождает минут череду. И чуйство лучится белой птицей, парящей в блаженстве себя пустоты. А чуйство лучится белой птицей, а чуйство лучится белой птицей. И в том совершенстве лишь ветер мечты. И чуйство лучится белой птицей, парящей в блаженстве себя пустоты. А чуйство лучится белой птицей, а чуйство лучится белой птицей. И в том совершенстве лишь ветер мечты. А север звенит. Он для сердца магнит, и ты делаешь святый шаг. И приходит тепло, а внутри глубоко пробуждается древний взгляд. И когда облака, как сомнений река, перестанут течь в небе истиной. Вдохнешь кожей в небе истиной. Вдохнешь кожью синей навечно отныне. Будешь просто небес высотой. И чуйство лучится белой птицей, парящей в блаженстве себя пустоты. А чуйство лучится белой птицей, а чуйство лучится белой птицей. Ты смотришь на свет, которого нет, ведь есть только свет тебя. И благость души высокой тиши, не кого-то, а просто любя. И плавный ноктюр нежностью струн качает в пространстве звезду. И серебряный шум, ее вечный круг, рождает минут череду. И чуйство лучится белой птицей, парящей в блаженстве себя пустоты. А чуйство лучится белой птицей, а чуйство лучится белой птицей. Орящей в блаженстве себя пустоты. А чуйство лучится белой птицей, и в том совершенстве лишь ветер мечты. И в том совершенстве лишь ветер мечты. Звучит денежный птиți Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...